Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Мария Новгородова Николай Слепцов и микрофоновый ведущий Сарглана Антонова. Детство – это важнейший период человеческой жизни. Не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная и неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку все эти годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет наш сегодняшний малыш – Василий Сухомлинский. Я не зря начала передачу именно с этих слов, поскольку сегодня мы будем говорить о детском садике. И это действительно счастливая частичка детства, которая запоминается на всю жизнь. 15 лет назад началась история детского сада «Бэби-сити». В 2008 году он впервые распахнул свои двери для наших маленьких якутян. Любовь, ласка, забота, понимание – это то, что сотрудники дошкольного образовательного учреждения дарят детям. За 15 лет детский сад прошёл путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, творческого поиска, повышения качества работы и, конечно же, становления традиций. Об этом и не только мы будем говорить сегодня с гостями нашей студии. Итак, это учредитель сети лицензированных детских садов «Бэби-сити» Екатерина Николаевна Ироскомова. Здравствуйте. Здравствуйте. И исполнительный директор Светлана Марковна Беляева. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и наши программы выходят одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Тетим Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, и в самом начале, конечно, мне хотелось бы выяснить, сколько выпускников вашего детского сада вышло из стен за эти 15 лет. Вот, хочу немножко рассказать, да, про историю нашего детского сада. Наш детский сад основался именно в 2008 году. Мы, значит, многодетные родители четверых детей, и это наш буквально пятый ребенок, которому в этом году исполняется 15 лет. Это практически подросток, да, который уже вырос. Сейчас Baby City — это сеть лицензированных детских садов, которая имеет шесть филиалов по городу Якутску и один филиал в городе Алматы в Казахстане. И, значит, вот за этот период с 2008 года мы посчитали, что мы выпустили более 18 тысяч наших детей-выпускников. Это очень много, действительно, это очень здорово. А вообще, что побудило открыть вас детский сад, первый детский сад Baby City? Да, вот это наш совместный проект с моим мужем Алексеем, да. Мы, как я сказала, многодетные родители четверых детей. И, конечно же, наши дети именно в 2008 году стали мотивацией для того, чтобы открыть именно частный детский сад для того, чтобы наши дети пошли в детский сад. В 2008 году была остро стояла проблема, нехватки мест в детских садах. И, соответственно, мы подумали, значит, мы сами педагоги по образованию, да. И, конечно же, в то время частных детских садов не было практически, да. Нас было очень мало. И мы решили открыть сами детский сад. Значит, на тот момент у нас была машина. Вот я прям историю расскажу, да. И решили мы ее продать. И прям даже до сих пор помню, сколько она стоила. 200 тысяч рублей по тем деньгам. Это были хорошие деньги. И мы решили открыть свой первый частный детский сад. И вот с этого момента все началось. Кто был вашими первыми сотрудниками? Значит, первыми сотрудниками была, соответственно, сама я. Сама на себя, да. Вот, и, конечно же, значит, потом уже, когда мы начали расти, да, значит, мы начали уже брать воспитателей, уже когда мы стали расширяться. Хорошо. Шли годы, конечно же, менялись дети. И вместе с ним менялся и рос детский сад. И, как вы сказали, сегодня работают уже 6 детских садов, да? В городе Якутске. Да, в городе Якутске. И вообще, как это было, и что повлияло вот на то, чтобы сеть действительно у вас появилась? Так, ну, значит, очень долгое время, да, получается, с 2008 года до 2015-16 года, да, у нас был только один филиал. Значит, и в 2016 году к нам пришла Светлана Марковна, да? Да, то есть наступил тот момент, когда уже мы стали командой, когда я уже с мужем не одна, да, то есть пришла Светлана Марковна, и, соответственно, мы начали уже расти. Это про делегирование, то есть, да, появилось именно вот то, что мы команда, что мы вместе можем открывать новые детские сады. И вот с 2015 года мы каждый год открывали по одному филиалу. И вот, соответственно, выросли. Получается, у нас первый детский сад был на 25 мест, сейчас у нас детский сад более 400 мест. Наши все филиалы, вот, содержат именно больше 400 мест. А какую поддержку оказывало государство для предпринимателей? Вот как раз и в 2015 году, значит, запустилась программа государственно-частного партнерства, субсидирование, да. На тот момент очень остро стал вопрос именно нехватки мест в государственных детских садах, да. И государство, значит, управление образованием совместно с министерством образования, да, запустили программу субсидирования, да, поддержку частных детских садов. И нас, соответственно, стало расти, частных детских садов стало, ну, уже больше нас, да, потому что государство обратило на нас внимание, да, что мы можем помочь городу ликвидировать очередность. Вот, и с того момента у нас действительно вот пошел именно такой активный рост именно в сфере дошкольного образования в городе Якутске. Хорошо, а сколько детей у вас составляет, ну, скажем, какой процент детей составляют те, кто пользуется вот возможностью государственного частного партнерства? Ну, на данный момент у нас вот около 400 детей, как я говорила в месяц, да, из них 380 детей, это у нас составляют субсидированные места, да, это порядка 70-80 процентов. Как вы знаете, 2023 год у нас объявлен в России годом педагога и наставника, поэтому, конечно же, хочется несколько слов сказать о воспитателях, об особенностях их профессии, да, мне кажется, что в детском саду это всегда очень инициативные, энергичные люди, ну, как их называют, наверное, с огоньком. Вообще, я права, нет? И какие интересные проекты они реализуются? Ну, наши педагоги, они очень, как вы уже сказали, инициативные, энергичные люди, и они всегда находятся в творческом поиске. Они участвуют в профессиональных конкурсах города, республики, России. И в прошлом году наши педагоги совместно с методистами разработали новую авторскую программу образовательную, которая направлена на всестороннее развитие ребёнка от полутора до семи лет. Сейчас у нас занятия ведутся по различным дисциплинам, по английскому языку, музыке, хореографии, постановка развития речи, физическое развитие. Но это не всё, конечно, перечислила. Мы стремимся создать все условия для всестороннего развития ребёнка. То есть осознанное потребление является одним из главных ценностей детского сада. То есть мы самых малышей воспитываем экологически грамотных детей. Да, да, да. Для этого у нас во всех филиалах установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Далее дети учатся сортировать мусор и знают, почему это важно. То есть у нас есть целая эко-программа. Мы ежегодно проводим научно-практическую конференцию как раз по теме экологии. И в рамках деятельности по осознанному потреблению мы являемся официальными партнёрами эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых крышек для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Мы развиваем мягкие навыки soft skills через авторские проекты. Ну и ведём в школу осознанного родителя. Это авторский проект под руководством нашего методиста. И главная цель — вырастить здорового, счастливого человека. Ну и, конечно же, нужно тут сказать, что у нас есть билингвальная программа английского языка в двух старших группах с экологической направленностью. На сегодня мы успешно реализовываем авторские проекты с Национальным художественным музеем и, как я уже сказала, уникальный проект школы осознанного родителя. Далее мы очень много внимания обращаем на поддержку и реализацию социально-осознанных мероприятий. То есть мы не просто работаем и берём детей на субсидированные места, мы ещё и предоставляем скидки для льготной категории граждан. Инвалидам, пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям, студентам, детям, оставшимся без обещания родителей. И на данный момент у нас работает более 100 сотрудников, ну и среди них, конечно же, мамы с несколькими детьми. Ну это очень важно, когда вот у, например, предпринимателей есть такая социальная направленность. Вот. Хорошо. Какими достижениями детского сада вы можете гордиться на сегодня? Я знаю, что очень часто действительно ваши педагоги участвуют в различных конкурсах и так далее. Наши сотрудники, педагоги, детки наши ежегодно очень активно участвуют во всех конкурсах, которые проводятся в городе, республике, в России, даже на международном уровне. Они становятся лауреатами, дипломантами, и мы, конечно, ими очень сильно гордимся. Ну назовите некоторые хотя бы награды. Особо такая веха, скажем так, да, когда мы стали дипломантами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и стали обладателями диплома «Лучшие товары Якутии», ну и включены в каталог «100 лучших товаров России». Ну это действительно очень большое достижение, да? А какие традиции сложились у вас за последнее время? Вот мы говорим, всё-таки 15 лет существуют, да, уже сети детских садов, и вы исправляете хоть и небольшой, но всё-таки юбилей 15-летний. Мы с нашим коллективом ежегодно проводим очень много конкурсов. То есть это конкурсы по озеленению, по оформлению, сейчас фестивали проводим по рисованию, да. Далее у нас ежегодно проходят спортивные состязания, соревнования. До этого это был республиканский конкурс среди частных детских садов «Мама, папа и я». Мы проводили его с 15 по 19-е годы, да. И в прошлом году мы провели соревнования по волейболу. И эстафету у нас перехватили. В этом году у нас это соревнование проводит уже другой частный детский сад. Вот. И, конечно же, это эсэхи ежегодно. Выезжаем с коллективом утренники для детей, не устроенных в детский сад. Вот самый ближайший новый год утренник устраивали для детей, которые не устроены в детский сад. То есть вы помогаете тем детям, которые даже не посещают детские сады, да? Получается, что где вы берете, например, данные для того, чтобы заниматься с ними? Вы, наверное, активно работаете с округами, с администрацией? Тут огромная благодарность нашему Гагаринскому округу, нашему управлению образованием, потому что во всех, когда идет, заходит речь о каких-то активностях, мы обращаемся к ним. И они нас всегда поддерживают. Мы очень плотно с ними работаем. Ну и родители, я так понимаю, плотно участвуют в общественной жизни детского сада. Ну, смотрите, в основе работы у нас лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. У нас очень хорошие родители, очень активные. И наши первые помощники. То есть без участия родителей, без их содействия, конечно же, никакого участия, ни в каких конкурсах и речи не шло. Ну, имея в виду даже костюмы, да? И весь воспитательно-образовательный процесс у нас осуществляется в тесном контакте. Проводятся индивидуальные консультации, групповые консультирования, там родительские собрания. И во всех мероприятиях наши родители принимают очень активное участие. Ну и к кульминационной, наверное, точке нашего разговора мы как раз-таки подошли. Я знаю, что в рамках вашего 15-летнего юбилея вы инициировали 15 добрых дел. Что это за проект? Расскажите о нем, пожалуйста. Ну, наверное, немножко предыстории. В марте этого года у нас проходила страт-сессия. Это когда выезжают сотрудники, которые очень инициативные, энергичные, которые хотят развития детского сада, да? Вне зависимости от должности. То есть это может быть и помощник воспитателя, и воспитатель, и специалист. Вы уехали, и они предложили, говорят, давайте в этом году нам 15 лет, давайте сделаем проект 15 добрых дел. И мы, конечно же, с удовольствием подхватили эту идею. В рамках этого проекта у нас, например, идет акция «Мама не одна». Далее в содействии Гагаринского округа мы сейчас взяли под шефство «Ветеранский сквер». Мы сейчас уже там провели субботники. Далее это будет донорство, скворечники, это будет сбор ребенка в школу, эко-десант. То есть там запланировано именно 15 таких довольно-таки масштабных мероприятий. Ну и кроме того, вы выступили инициатором благотворительной акции, которая называется «Мама не одна». Вот о ней давайте чуть подробнее поговорим. Вообще в чем ее суть? Пожалуйста. Так, ну, значит, эту акцию мы уже проводили. Это уже даже не в рамках этого проекта. Мы уже его опробовали, да, потому что года два назад у нас возникла именно идея поддержать именно то население, да, которое в этом нуждается. То есть поддержать маму, да, которой сейчас необходима какая-то поддержка, да. И мы предоставляем, вот два года назад мы предоставили в наших детских садах, в наших шести филиалах, значит, безвозмездное посещение в течение года ребенка, да. То есть ребенок может прийти и посетить наш детский сад бесплатно. Это очень большая помощь. Вот, например, вы говорите, мама не одна. Это, значит, прежде всего помощь для женщин, которые, например, оказались в трудножизненной ситуации. Я так понимаю? Да, да, это именно вот поддержка тех женщин, которые вот сейчас нуждаются в определенной поддержке. И, конечно же, это делается у нас для того, чтобы, ну, на тот момент, да, у нас еще, значит, вообще цель этой акции, да, чтобы наши коллеги, мои коллеги, да, поддержали, да. То есть руководители, вы имеете в виду, вот именно частных детских садов, да? Да, поддержали и, значит, услышали, узнали об этой акции. Да, чтобы не только вот шесть детей, да, потому что у нас порядка шестидесяти детских садов, частных детских садов, да. То есть это уже было бы масштабно, да, это уже не пять-шесть детей, да, получат поддержку, да, а семьи получат вот именно поддержку. Ребенок будет получать дошкольное образование, да, значит, а это уже будет порядка шестидесяти. Это было бы очень, конечно же, вот именно масштабно. Масштабно, ну и, в принципе, вот эту инициативу, я думаю, нужно как-то масштабировать, да, и рассказывать о ней, обращаться к своим коллегам, да. Давайте еще раз действительно обратимся с воззванием к руководителям частных дошкольных образовательных учреждений, для того, чтобы они услышали вас, узнали об этой акции, присоединились, и действительно уже не шесть детей, которых именно вы готовы принять абсолютно бесплатно, а, ну, будем надеяться, что гораздо большее количество детей сможет посещать детский сад бесплатно. Пожалуйста. Я своих коллег-руководителей хотела бы присоединиться к нашей акции «Мама не одна», значит, чтобы действительно все больше и больше детей смогли получить всестороннее развитие в сфере дошкольного образования. Хорошо. Ну, мы надеемся, что это воззвание действительно поддержит ваши коллеги. Ну и, как я говорила, уже у нас год педагога и наставника в этом году, да, поэтому хотелось бы услышать пожелания для воспитателей, для педагогов, для людей, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях. Да, я хотела бы в этом году действительно очень такой значимый для нас, для педагогов год, да, и хотела бы, ну, у нас сфера совсем, конечно, такая очень творческая, как вот Светлана Марковна сказала, действительно у нас в наших детских садах работают очень творческие люди, творческие, и хотела бы пожелать энтузиазма, больше идей, счастья, здоровья близким. Спасибо. Я благодарю вас, представители детского сада Baby City. Напомню, что в этом году вам исполняется 15 лет. Дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламных объявлений. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программа «Якутск. Сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и во второй части нашей передачи мы поговорим о том, что жителям Якутии стали доступны пять бесплатных программ Института развития профессиональных компетенций и квалификаций ООПН Северо-Восточного федерального университета. Также подразделение ВУЗа продолжит обучение граждан пенсионного возраста навыкам компьютерной грамотности. И все это в рамках двух федеральных проектов абсолютно бесплатно. Какие программы будут доступны нашим якутянам? В какой форме проходит обучение? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостем студии. Это директор Института развития профкомпетенций и квалификаций Института ООПН Северо-Восточного федерального университета Майя Васильевна Корнева. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах третьим Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 32 11 66. Ну что же, Майя Васильевна, давайте начнем, наверное, с первого проекта. Он называется «Содействие занятости». Какие возможности он вообще открывает для наших якутян? Ну, получается, этот федеральный проект, он реализовывается в рамках национального проекта «Демография». В рамках этого проекта предлагается населению приобрести новую профессию для дальнейшего труда устроиться, либо для того, чтобы, будучи под риском увольнения, например, набрать определенные компетенции для того, чтобы можно было продолжить работу на прежнем месте работы, получается. Ну, уже по новым компетенциям, с новыми навыками. Хорошо. Какие категории населения у нас имеют возможность обучиться вот по этой программе абсолютно бесплатно? Получается, в первую очередь, это безработные граждане. Далее идут пенсионеры, предпенсионеры, женщины с детьми в декрете, ну, то есть по уходу, которые сидят. Женщины, которые не состоят в трудовых отношениях, и дети которых до семи лет, то есть до школьного возраста. И в этом году присоединили... А, еще молодежь до 35 лет, которые состоят в центрах занятости. И в этом году новая категория появилась. Это участники СВО, их семьи и граждане Украины. Хорошо. Какие программы будут доступны для обучения жителям нашей республики? Вообще, какие профессии можно будет, например, усвоить, получить для себя знания? Ну, в этом году мы заявили, получается, пять программ. Это государственное и муниципальное управление. Люди, обучившись на это, могут пойти на муниципальную службу, либо в органы госвласти. Второе направление – это управление персоналом. Ну, это кадровые службы. Далее – бухучет. Бухучет, понятно, те люди, которые могли бы заниматься бухгалтерским учетом. Это менеджмент в образовании, курсы повышения квалификации. Это управленцам именно в серии образования. И юриспруденция. То есть получить знания дополнительные по юридическому направлению. Ну, мне кажется, достаточно интересные, и самое главное, очень нужные и полезные профессии можно получить во время обучения. А вообще, как подать заявку для того, чтобы стать участником вот этой бесплатной программы? Есть такой портал «Работа в России» – труд7.ру. Там висит баннер, довольно-таки заметный. Просто кликаете на него, заполняете определенные графы, предоставляете определенные документы. Дальше заявка идет в центр занятости по месту регистрации. То есть это либо в районах, либо в городе Якутска. В течение 7 дней центр занятости должен подтвердить категорию обязательно. И после этого заявка направляется к нам, и уже мы можем приступить к обучению. Ну, жители, я думаю, города, может быть, и не зададутся таким вопросом. Но, тем не менее, вот, например, жители, которые хотят получить новую профессию, но проживают, например, в отдаленных улусах, да. Для них интересно будет вообще, в какой форме проходит обучение, да, и какие документы можно будет получить в итоге, уже окончив обучение. Ну, мы проводим курсы, получается, с технологиями, ну, с дистанционными технологиями. То есть все обучение проходит в онлайне. Это либо курсы, которые заготовлены, и слушатели проходят самостоятельное образование на нашем портале, образовательном портале, плюс лекции с преподавателями, тоже в дистанционном формате, то есть подключение через вебинар РУ, через Яндекс или МОСТ, ну, и другими приложениями. Что касается, что получит слушатель после окончания, то есть вообще дополнительное профессиональное образование может получить человек, который имеет уже либо среднепрофессиональное образование, это выпускники СПО, либо высшее образование. По завершению курса повышения квалификации они получают удостоверение о повышении квалификации. То есть это когда мы углубляемся в свою же профессию или получаем какие-то обновленные знания. А диплом переподготовки, который дает право на профессиональную деятельность, это прям получает диплом о переподготовке. То есть это практически второе образование, да, следующее? Ну, да. Можно так сказать? Да, можно так сказать. Хорошо. Ну, вот за эти годы пока работает этот проект, кстати, сколько лет он существует и практикуется у нас здесь? Ну, этот проект уже с 2021 года, получается, третий год. Третий год он работает, у вас, конечно же, есть выпускники этого проекта, да? Мне хотелось бы знать, вот какое впечатление у них остается после того, как они окончили, и вообще как дальше складывается их судьба и так далее? Ну, вот на наших программах закончили более 200 человек. Насколько я знаю, вот прямо успешными, которыми мы, ну, мои коллеги как бы, ну, брали обратную связь, это около трех человек прошлого года вот стали самозанятыми. То есть уже осуществляют свою профдеятельность с точки зрения, ну, предоставления своих же услуг. Ну, я думаю, что это очень хороший результат. А вообще отслеживается их трудоустройство, например, тех, кто закончил обучение у вас? Обязательно. То есть после обучения именно по этой программе в течение шести месяцев слушатели должны предоставить справку о том, что либо они трудоустроились, либо они остались, ну, на том же, ну, у того же работодателя. Либо же они стали на учет самозанятыми, либо индивидуальными предпринимателями. И да, мы за этим следим. Ну, в принципе, я думаю, что проект реализовывается для нас успешно. Насколько я знаю, раньше вот эта программа была квотированная, то есть в определенный год закладывали сколько-то там мест, по которым можно было, например, обучиться бесплатно. А сейчас это тоже осуществляется по квотированию, да? То есть определенное только количество жителей Якутии может обучиться бесплатно, либо вот квотирование, оно уже уходит на нет. В первый год, да, была установлена квота, которую ни больше, ни меньше мы должны были выполнить. Но это был первый год. В прошлом году квота была, но, к сожалению, она была не выполнена. Во-первых, у нас были технические сложности со стороны и федерального оператора, и у нас были сложности, да. В этом году тоже есть квота, но, тем не менее, если мы обучим больше, то, в принципе, это приветствуется, и, соответственно, мы можем добирать квоты, ну, запрашивая у федерального оператора. Поступил вопрос, спрашивают, если я получу образование на юриста, будет ли это приравнено к высшему образованию, смогу ли я где-то работать? Вот так спрашивают. Ну, опять-таки, смотря где. Вот, насколько я знаю, насчет юридического, как бы там очень строго, с точки зрения того, что, ну, вы, наверное, тоже в курсе, то, что там должно быть именно высшее образование для того, чтобы трудосуроваться в МВД. Вот, и, соответственно, наш диплом переподготовки к этому, к сожалению, ну, чтобы устроиться прямо в органы, получается, в органы, не знаю, там, полиции, это, к сожалению, невозможно. Но если стать, например, юриск-консульт, там, ну, на такие, как бы, профессии, я думаю, вполне сойдет. Но это как раз-таки лучше спросить у работодателя. Хорошо. А велика ли программа обучения? Сколько часов это занимает, спрашивают? Программа переподготовки у нас, ну, по закону, это более 250 часов. То есть 250 часов, и мы, кажется, заявляли примерно так, плюс-минус. Ну, то есть плюс. А курсы повышения квалификации, получается, ну, до 144, где-то так, примерно. И еще одна федеральная программа, тоже, мне кажется, это очень интересная программа, это продолжение обучения граждан пенсионного возраста компьютерной грамотности. Да, ну, вот действительно овладение современными средствами связи и так далее. Это очень актуально, особенно для пенсионеров. Вообще в чем особенность этого курса? Ну, во-первых, мы этот проект осуществляем вместе с Союзом пенсионеров России. У нас тут есть такой очень активный дедушка, является представителем данного совета Юрий Антонович Михайлов. Он пришел в прошлом году к нам с предложением для того, чтобы мы реализовали такую программу для пенсионеров, которые как раз-таки, ну, оплачиваются этим Союзом пенсионеров. И дело в том, что наши пенсионеры, они попадают во всякие мошенничества, да. То есть им на самом деле сложно пользоваться компьютерами с точки зрения того, что, ну, как бы, ну, навыки устарели, как бы, ну, нужно постоянно... Программа обновляется, согласитесь, как бы, да. Тут же, например, с гаджетами, как обращаться с теми или иными предложениями. Соответственно, как бы, мы... У нас две программы. Это компьютерная грамотность, по которым, как бы, мы рассказываем пенсионерам, как вообще включать компьютер, какие программы есть, как пользуются интернетом, что такое информационная безопасность. Ну, и с точки зрения, опять-таки, мошенничества тоже проговариваю. А тренинг же, умный гаджет, он... Это уже практическая, да? Да, это уже более практическая часть, в котором, как бы, мы учим людей уже оплачивать коммуналку, то есть через предложения, да, пользуются госуслугами. Вообще рассказываем, что такое госуслуги. Всякие роды приложения, драйвер, там, ну, то есть мы учим именно пользоваться приложением наших слушателей. Ну, и сколько пенсионеров прошло у вас обучения? Вообще, хотелось бы знать, каковы их впечатления, да, тоже от учебы? Что они говорят? Какова вообще их реакция на обучение? Ну, в прошлом году, опять-таки, из-за того, что проект был впервые, как бы, тоже было сложно, на самом деле, набирать, потому что люди, может быть, не верили, может быть, ну, не знаю почему, но мы кое-как... Ну, опять-таки, мы по квоту превысили. У нас было сначала 50-25-25, но мы вышли на 50-50. То есть 50 – это компьютерная грамотность и 50 – умный гаджет. В этом году нам уже дали по 50 квоту, то есть 50 людей могут обучиться по программе компьютерной грамотности, 50 по тренингу. Мы специально для них организовали такой курс, прямо удобный, как бы, чтобы они приходили в определённое время, для удобного их время, получается, да, и с ними работает один специалист, ну, на двух, на трёх человек. То есть обучение, на самом деле, не онлайн, оно происходит в реале, да, то есть пенсионеры специально приходят к вам в учебный класс, где с ними занимается специалист. Да, и при том несколько специалистов, потому что всё-таки им нужно больше внимания. И вот, получается, у нас один сотрудник обучает двух-трёх человек параллельно. Ну, то есть, и в классе, получается, находится несколько преподавателей, чтобы выстроить как раз такую индивидуальную работу вместе с ними. Вот. А что они говорят? Ну, конечно, им этот курс, на самом деле, очень нравится. Они ещё между собой общаются, ну, тоже слышала это. Да. И, конечно же, есть запросы. Запросы на новые курсы. Они хотят обучиться Excel, там есть даже продвинутые, видеомонтажу. И вот мы тоже с коллегами думаем о том, как сделать действительно программу, потому что есть такие прямо университеты, ну, как называют университеты, серебряные университеты. Да, да, да. Это вот как раз курсы для пенсионеров, предпенсионеров. И вот моя была мечта прямо создать какие-то программы для наших пенсионеров, да, чтобы они могли доступно обучаться. И вот мы к этому идём, и уже, наверное, будем делать курсы по их запросам уже. Это действительно здорово. И самое главное, ведь это всё бесплатно, да, на совершенно безвозмездном уровне происходит. Да, ну, да. Ага, когда будет проводиться очередной набор пенсионеров на обучение, и что для этого необходимо сделать? Я думаю, вот это самый популярный вопрос, который, в общем-то, задаётся сейчас. Так, ну, у нас следующий набор – это 15 мая и 29 мая. Мы, ну, пытались, получается, по 20 человек набирать. Сейчас поняли, что всё-таки нужно уменьшать группу, поэтому по 10 человек записи есть. Ну, и будем работать по набору, получается. Что сделать, чтобы… Попасть? Да, попасть. Можете позвонить по номеру 32-13-55, либо подойти в корпус факультетов естественных наук. Это Кулаковского, 48, 532 кабинет. Хорошо, у нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Добрый день. Да, слушаем вас. Я хотела задать вот такой вопрос. Ну, всё, что вы говорите, конечно, очень интересно, всё это полезно. А вот насчёт обучения якутскому языку для тех, кто… Вот, например, горсткие, даже в родстве, даже и старшего возраста, и дети плохо знают якутский язык. Поэтому вот в этом вопросе. Как вы решаете? Это я учитель якутского языка Зантаева звоню. Хорошо. Вот тоже очень волнуется за знание языка. Смотрите, у нас на самом деле есть… Вообще мы, как бы, институт Open, мы являемся институтом, который курирует всё дополнительное образование университета. Помимо нас, ещё 24 подразделения реализуют деленные курсы. Что касаемо якутского языка, у нас есть институт якутской филологии, ИАКН, да, вот они как раз-таки проводят деловой якутский язык и прямо обучают, как правильно использовать его в деловом мире, как бы. Это тоже курсы? Это курсы повышения квалификации. Я, насколько знаю, они тоже записывали переподготовку, то есть учителя якутского языка, видимо. По нашей линии мы тоже, как бы, на самом деле это взяли тоже на заметку, как бы, да, и мы разрабатываем курсы на якутском языке. То есть мы понимаем то, что всё-таки есть потребность, да, как-то переводить, ну не то, что переводить, а делать курсы на якутском языке. И вот мы делали несколько семинаров и записываем курсы. И прямо у нас есть люди, которые приходят и говорят, давайте мы сделаем на якутском языке курс. И это, на самом деле, приветствуется для того, чтобы, ну действительно, чтобы дополнительное профессиональное образование для якутян было более доступным, особенно в сельской местности. Ну и третье, уважаемые... Якутяне? Да, якутяне. Если вы хотите записать какие-то курсы, мы готовы, мы открыты для того, чтобы записать вместе с вами. И если действительно есть... Есть инициатива. Да, есть инициатива, вы можете подойти также к нам, к ФЕН-532 кабинет, Кулаковского, 48, и давайте мы запишем вместе курс для населения, для детей, для кого угодно. Ну это было бы очень здорово, когда вот эти инициативы, проявленные снизу, подхватывались и имели, как сказать, продолжение. Давайте еще раз повторим, очередной набор на обучение будет 15 и 29 мая. 15 и 29 мая. Совершенно бесплатно компьютерная грамотность для наших пенсионеров. И давайте еще раз напомним номер телефона, куда можно обратиться и адрес. 32, 13, 55. И Кулаковского, 48. Это корпус факультетов естественных наук, 532 кабинет. Ну что же, мы благодарим вас за очень нужную и необходимую для нас их информацию. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорили о том, как совершенно бесплатно можно получить для себя дополнительные знания и навыки. Программу подготовила редактор Серглана Антонова. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...